Привет всем искателям интересного! В этом выпуске мы с вами поговорим про историю возникновения матрешки. Наверняка вы не знали, но матрешки появились в 1890 году. Ее прообразом стала точенная фигурка буддийского святого Укурама, которую привезли с острова Хонсю. Привезенная фигурка с японского острова изображала мудреца с вытянутой от долгих раздумий головой. Она оказалась разъемной, и внутри была спрятана фигурка поменьше, которая тоже состояла из двух половинок. Всего таких куколок оказалось пять. По образу этой игрушки токарь Василий Звездочкин выточил фигурки, а художник Сергей Малютин расписал их. Он изобразил на фигурках девочку в сарафане и платке с черным петухом в руках. Игрушка состояла из восьми фигурок. Матрешка была устроена таким образом, что за девочкой шел мальчик, затем опять девочка и так далее. Все они чем-нибудь отличались друг от друга, а последняя, восьмая, изображала завернутая в пеленке младенца. Один интересный факт, это что распространенным именем в то время было имя Матрена. Так и появилась Матрешка. Со временем роспись матрешек становилась все красочней, разнообразней. Изображали девушек в сарафанах, лотках, с корзинами, узелками, букетами, цветов и так далее. Немного позже появились и Матрешки, изображающие пастушков со сферелью и бородатых стариков с большой палкой, жениха с усами и невесту в подвенечном платье. Фантазия художников не ограничивала себя ничем, а Матрешки компоновались так, что отвечать основному своему назначению преподносить сюрприз. Так, внутри Матрешки невеста и жених помещались родственники. Матрешки могли быть приурочены к определенным семейным датам. Кроме семейной тематики, были Матрешки рассчитаны на определенный уровень эрудиции и образованности. Ну, теперь вы знаете намного больше про Матрешки. Надеюсь, выпуск был интересным. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну, а я с вами ненадолго прощаюсь. До встречи в новом видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok